Незнание закона не освобождает от ответственности, а незнание закона за границей не освобождает от ответственности еще больше. Поэтому, отправляясь в путешествия, желательно знать законы той или иной страны, даже те, которые выглядят забавными и странными. Почему в Великобритании на Рождество нельзя есть пирожки? Что будет, если во Франции в свое рабочее время выпить вина? Можно ли загреметь за решетку в Китае, если вы обмолвитесь о Винни-Пухе или о Лисе в Стране Чудес? В этом выпуске мы отправимся с вами по разным странам, которые дадут ответы на данные вопросы, а также узнаем, почему дождь в Португалии – это уважительная причина не идти на работу и как закон помогает оставаться стройным в Японии. Великобритания. Начиная с 1644 года в стране запрещено употреблять пирожки на Рождество. Закон был введен Оливером Кромвеллем. Имеется закон и до сих пор, но, к счастью, не действует в реальности. Целью Кромвелла было предотвратить обжорство и чревоугодие. А вот за перевернутую марку с королевой Елизаветой, говорят, можно прослыть изменникам Родины. Связано это с тем, что в 1848 году возник закон о государственной измене, запрещающий любые действия, направленные на свержение королевы. Впрочем, о марках там на самом деле ни слова. Но вот открытка с перевернутой маркой и правда может дойти до адресата с опозданием. А в Шотландии существует закон, который в 2008 году даже официально был признан одним из самых смешных в мире. Если вам по дороге приспичит в туалет, то вы можете без проблем зайти в любой дом и вас обязаны будут пустить. На бумаге такого закона нет, но это еще не значит, что его не придерживаются. Появился он из-за того, что шотландский народ очень гостеприимен и готов принять у себя даже незнакомца. Франция. Если вы во время визита во Францию решите вдруг завести себе поросенка, то вы можете выбрать ему любое имя, кроме Наполеона. Говорят, еще сам полководец в свое время заявил об этом. Видимо, чтобы над ним не насмехались и не называли свиньей. А если вы отдадите своего ребенка в местную школу или сами решите обучиться в одном из вузов страны, то имейте в виду, что в школьных и университетских столовых введен запрет на кетчуп. Связано это с тем, что страна хочет пропагандировать здоровый образ жизни и здоровое питание, а также напомнить студентам о красоте французской кухни. Конечно, картофель фри с кетчупом все равно подается, но происходит это не чаще раза в неделю. Есть во Франции также интересный закон, запрещающий на рабочем месте пить. Все кроме вина, сидра и пива. В общем, по сути, законом не воспрещается пить на работе, в том числе и настоящее французское вино. Китай. Китай одна из наиболее богатых на странные законы стран. Здесь запрещено спасать тонущего, поскольку считается, что таким образом вы вмешиваетесь в его судьбу. А реинкарнация, то есть переселение души из одного тела в другое после смерти первого, точно также запрещена на законодательном уровне. На самом деле, здесь есть свои причины и даже в некотором роде логика. Целью правительства является уменьшение влияния Далай-Ламы. Так, если после его смерти появится кто-то, кто объявит себя новым Далай-Ламой, то правительство сможет это пресечь. Ведь в официальных записях об этом ничего нет. Таким образом, правительство в состоянии контролировать тибетский буддизм. Запреты – это вообще любимая тема китайцев. В стране запрещен даже Винни-Пух. Дело в том, что изображение диснеевского медвежонка было нередко использовано для карикатур на Си Цзиньпиня, китайского политического деятеля и главы страны. В Китае также уже более 90 лет запрещена сказка об Алисе в стране чудес из-за чеширского кота с человеческой улыбкой. Еще в 1931 году генерал Хэ Цзянь посчитал, что такие говорящие животные в сказках оскорбляют человеческий облик. Заявил, что нельзя внушать детям, что у животных такой же интеллектуальный уровень, как у людей. И принял закон, не только запрещающий подобного рода сказки, но и пригрозил смертной казнью тем, кто смелится нарушить запрет. Время идет, все меняется. Но вот именно сказка про Алису в Поднебесной все еще под запретом. Португалия. Отдыхая на побережье страны, стоит иметь в виду, если вам приспичит справить нужду, вы не сможете сделать это в воде. Такой запрет берет начало со времен, когда Португалия была мореходной страной, благодаря чему она стала привлекать все больше туристов. То есть, океан для португальцев это некий ценный товар, позволяющий его жителям зарабатывать на жизнь. А потому справлять нужду в океан, это как минимум неуважение к тому, что тебя кормят. Не плюй в колодец, пригодится воды напиться. По-португальски. Португалия является самой солнечной страной Европы. 364 дня в году могут быть вообще без дождя. Поэтому в случае, если пойдет дождь, португальцам разрешено не выходить на работу. В Петербурге бы такой закон точно не прокатил. Но если дожди идут в солнечной стране, то обычно они сильнее, чем в России. Поэтому работодатели заботятся о здоровье своих сотрудников, которые могут простудиться. В интернете также ходят байки, что португальцам запрещено давать своему сыну имя Том. Это так. Но на самом деле распространяется это на любые сокращенные имена. По документам в таком случае ребенок должен быть Томасом, то есть иметь полное имя. А друзья и родственники могут называть его и сокращенно. Япония. Без имен не обошлось и здесь. Запрещается давать ребенку имя, которое несет в себе что-то плохое, разрушительное или пугающее. Одна пара как-то решилась все-таки пойти наперекор правилу и назвала малыша именем одного из злых духов японского фольклора. Родителям пришлось отвечать за свою выходку в суде, заплатить внушительный штраф и дать ребенку более подходящее имя. Япония. Страна с высокой продолжительностью жизни и в основном со стройными жителями. Как им это удается? Быть может все дело в законе метабо, сокращенно от метаболический синдром, то есть ожирение. Да, японцам буквально запрещено иметь лишний вес. Каждый гражданин Японии в возрасте от 40 до 75 лет обязан раз в год приходить к врачу на проверку объема талии. Несмотря на то, что на бумаге закона запрете посещения бассейна людьми с татуировками нет, вы нередко сможете увидеть плакаты с запретом для татуированных людей посещать данное место. Связано это с тем, что когда-то татуировки делали себе только представители мафии и кудза, поэтому вас могли бы принять не за тех, кем вы являетесь. Можно, однако, спрятать тату, заклеив ее пластырем или выбрать такой купальный костюм, который скроет рисунок. В ресторанах, кстати, тоже есть похожее правило, поэтому обладатели тату на руках приходят туда с длинным рукавом. Друзья, если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить ему лайк. Это помогает в развитии моему каналу. Ну а если вы знаете другие странные законы, пишите о них в комментариях. И, конечно, не забывайте посещать наш второй канал с Maps Education, где мы рассказываем много про зарубежное образование.